Мастерить домашнюю мебель, утварь, одежду, игрушки и многое другое люди научились в самом начале своего появления, в доисторические времена. Умение это, у каждого народа свое, передавалось из поколения в поколение, пока не оказалось вытеснено из обихода научно-техническим прогрессом. Однако человечество вовремя спохватилось, что кустари и ремесленники заняты не просто изготовлением забавных вещичек, они сохраняют национальную самобытность. В Чувашии мастера народных промыслов объединились в гильдию ремесленников. Случилось это 10 лет назад. Национальная вышивка и украшения, традиционные матрешки и деревянная посуда, картины, корзины, одежды и аксессуары. Фолк-стиль всегда в моде. Все, что умеют мастера из Чувашии, не уместится ни в одну экспозицию. Сейчас у нас еще грандиозные мероприятия предстоят, так что... Очень хорошо, мы всегда рады, знаете. Мастера должны творить чудеса практически. Михаил Васильевич, мы всегда рады. Сегодня гильдия ремесленников объединяет более 400 мастеров различных промыслов. И все они прекрасно сознают свою значимость. Без сомнения, народно-художественные промыслы России и ее народов – это часть культуры, живая ее история. Это то, что помогает сохранить индивидуальные особенности того или другого народа. По изделиям ремесленников можно и нужно изучать историю, культуру, традиции народа, его прошлое и настоящее. Заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, только что побывавший на Алтае. Когда я посмотрел в Утвер, в музеях побывал, практически 70% всего, что там есть у них, чисто исторически сохранено, это практически у нас сегодня, в реальной жизни, в чем мы используем. Но мы пошли еще дальше, уважаемые мастера, у них серовато все это дело, а у нас уже современная Россия, современные 21 веки. Вы по-другому начали подавать себя, мастерить по-другому, творить по-другому. За это вам благодарен. Глава Чувашии призвал мастеров расширять границы и активнее выезжать за пределы республики. На том же Алтае, в Тюменской, Новосибирской областях наши делегации очень ждут. Михаил Игнатьев также пообещал оказать финансовую поддержку ремесленным караванам. Столичные власти тоже не останутся в стороне. Глава Чебоксар Леонид Черкесов сообщил, что один из этажей зданий бывшего дворца пионеров на бульваре купцов Ефремовых после реконструкции отдадут гильдии ремесленников, чем вызвал аплодисменты в зале. Там квадратов 300 даже есть. В выставочном зале мы можем это как раз посмотреть и определить места. А по работе мастерских надо смотреть. Проблема мастерских для ремесленников достаточно остра. Если вышивальщицы могут работать на дому, то ткацкий станок в городской квартире несколько неуместен. Что уж говорить о гончарном круге и печи для обжига. Если новое помещение появится, можно помечтать о создании дома ремесленников. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.